Увязшие снегу колеса, плохая видимость потери управления из-за гололеда. Дорожные издержки холодного времени года хорошо знакомы любому водителю. Многие из них уже беспокоятся о переходе на зимнюю резину, ведь только так владельцы автомобилей могут обезопасить себя и пассажиров от последствий ненасти, которые уже не за горами. Коммунальщики и представители дорожной службы заверяют, этой зимой на Днепропетровских дорогах будет спокойно, к ней не успели подготовиться. Ответственные за состояние городских дорог коммунальные службы уже запаслись тоннами посыпочного противогололедного материала и подписали договоры о сотрудничестве с хозяйственными предприятиями, которые в случае необходимости пообещали предоставить 700 единиц дополнительной техники для борьбы с ненастием. Недавно коммунальный парк пополнился 27 новенькими снегоуборочными машинами. Их приобрели за счет бюджетных средств. Это 16 единиц экскаваторов, которые оснащены специальным оборудованием навесным для расчистки дорог. Это 8 единиц автогрейдера и 3 единицы – это погрузчики, которые занимаются тем, что будут грузить песчано-соляную смесь. Готовя к зиме дороги за пределами нашего города, Днепропетровскому представительству «Украфтодора» пришлось проделать немало работы. Их протяженность – 9 с лишним тысяч километров. По словам заместителя начальника Днепропетровской дорожной службы, самым действенным способом в борьбе с гололедом по-прежнему остается посыпание дорожного полотна. Недостатка в материалах быть не должно, его заготовили в достаточном количестве. Зимой предприятие будет использовать 244 единицы техники. Это погрузочные средства, машины для обработки противогололедных материалов и снегоуборочные машины. Кроме того, предусмотрены снегозадерживающие щиты и тесное взаимодействие с метеостанциями через диспетчерские пункты. С нами анниторы высвечивается точка, в которой указывается установленная метеостанция, к которой за полтора часа до образования гололедицы информирует нас о том, что вот такая ситуация может сложиться. Вместе с тем представители дорожной службы готовы к чрезвычайным ситуациям. На крайний случай, ими предусмотрены 29 площадок для отстоя транспорта. Информация о них размещена на дорожных знаках-указателях. Человеческая жизнь дороже всего. Поэтому, если ситуация будет заходить в тупик тем, что будет погода складываться так, что мы не в силах обеспечить проезд, значит, мы принимаем решение, как государственный орган управления, о ограничении движения транспортных средств. Одним словом, обычная ежегодная предзимняя риторика и усыпляющие цифры. Вот только что не год, то такая же традиционная ситуация. Мороз, снег, гололед первым же натиском побеждают коммунальщиков. А они в беспомощности разводят руками. Все так неожиданно, как снег на голову. Может, год нынешний станет исключением. Продолжение следует...